Перед майскими праздниками субботники проходят по всей республике. Жители убирают парки, скверы, дворы. О весеннем обновлении в нашем сюжете. Еще с советских времен субботники не просто способ навести порядок. Коллективный труд объединяет людей, создает хорошее настроение. Ребята из среднекибельческой школы убирают мусороиграючи. На скорость и под любимые песни. С граблями в руках нашел музыкальное вдохновение и Дима Афанасьев. А я разросветы без слез дарит. Ухожу для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться. Согружаем листья. Очень хорошее настроение. Мы работаем сообща и дружно с песней. Мы сейчас почистим, и у нас природа будет сказочной, чистой. Можем наслаждаться природой. Солнце греет. Полосу препятствий старых бутылок и сухой листва ребята проходят с легкостью. Причем насильно гнуть спину. Тут никого не заставляют. А там, где работа посложнее, на выручку приходят взрослые. Сотрудники администрации, медики, жители села приводят в порядок зеленое насаждение. На уборку во дворы и парки люди вышли с самого утра. Им в прямом смысле слова не сидится на месте. Решили вместе с главой администрации, всеми работниками устроить субботник. Готовимся вот к 9 мая, 1 мая готовимся, чтобы у нас все было чистота и порядок. Месяц чистоты традиционный. В рамках экологического субботника красят памятники, фасады зданий, приводят в порядок малые архитектурные формы. В Канаше в этом году и техники больше задействованы, и людей. Около 20 единиц техники. Это щетки, это грузовые машины для вывоза, так сказать, от самого мусора. Сразу же не вывозим, потому что не оставляем в мешках, иначе она разлетится, она двойной работой будем производить. Все будут задействованы на уборке прилегающих своих территорий и, соответственно, привезти в чистоту после зимы. Разумеется, обязанности коммунальных служб на горожан никто не перекладывает. Это дело добровольное, и каждый делает то, что он умеет, что ему по душе. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok